Для трёхлетней Насти это уже вторая ночь музеев. В этом году вполне осознанная. У входа в Самарский литературный музей девочку встретил Буратино. А во дворе за волшебной дверью спряталось много интересных активностей. Игры, мастер-классы, сказочная полоса препятствий. Впечатлений много, рассказывает Настя. Мы играли в игры, читали книжки и играли. И подохнилась с бабочками. Мне понравилось ходить по музеям. Самарский литературный музей приготовил насыщенную программу и для взрослой аудитории. Один из её пунктов – театральный эксперимент фантазии на тему комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь». Это классика в современной обработке, рассказывает автор идей Иван Котов. В основе электронная музыка и техно. Пьеса Шекспира сочетает в себе множество разных регистров. Высокое и низкое, где сочетается, знаете, какая-то такая высокая патетика и вполне себе грубый такой юмор, где гротеск и такой тонкий психологический релизм, лирика сплетаются между собой. И нам показалось это очень интересным материалом, с которым можно поработать. По словам работников Самарского литературного музея, с каждым годом интерес к акции «Ночь музеев» растёт. Ежегодно музеи стараются удивить публику. Гораздо больше стало и по городу рекламы, и по телевизору показывать стали больше рекламы. Я думаю, что мы стали в своих соцсетях гораздо активнее пиариться. Я думаю, что людей пришло больше, потому что мы слышали больше. Для музея Ильдара Рязанова акция «Ночь музеев» в этом году совпала со знаменательной датой. В этот день, шесть лет назад, музей впервые открыл свои двери для посетителей. Александр Козлов пришёл в музей с семьёй. Рассказывает, они здесь впервые. На входе пришлось отстоять очередь. Мы ещё не всё успели посмотреть, но, в принципе, жизнь советского режиссёра очень интересная. И вот его быт, и его семьи. Очень такая, знаете, атмосферная здесь обстановка. Красиво. Музей Ильдара Рязанова ежегодно принимает участие в акции «Ночь музеев». Каждый год мы работаем на нескольких площадках. Непосредственно в самом помещении музея, в нашей экспозиции мы встречаем гостей, посетителей, которые смогут прийти в свободном режиме посмотреть нашу экспозицию, поучаствовать в нескольких авторских экскурсиях. Традиционно в сквере Ильдара Рязанова до позднего вечера проходила концертная программа. Выступали самарские творческие коллективы. Галина Топилина, Валерий Майоров. События.